привет меня зовут игорь бурцев я делаю для вас тест-драйвы на моем канале в youtube сегодня у нас новый ford explorer это такой своеобразный подарок марки самой себе на 25-летие модели explorer еще один подарочек это запуск производства по полному циклу на предприятии в елабуке для нас как потребителей это значит возможные интересные цены другие пары светодиодная оптика здесь уже с минимальной комплектации ближний свет светодиодные ходовые огни совершенно другие противотуманные фары они из упрочненного пластика вот такая решеточка и камера фронтальная камера переднего вида который раньше на ford explorer отродясь не было что касается русского пакета в передней части он плохо вам виден потому что находится под нищем измененный бампер и железная защита картера на американский рынок такой не идет камера заднего хода на новом ford explorer также как и спереди имеет собственную форсунку омывателя и смотрите какую штуку он умеет еще делать то же самое нам показывал раньше ford kuga электрический привод задней двери очень медленный открывает доступ всеми местный теперь салон объем багажника при сложенных спинках третьего ряда 1243 литра то есть на 3 литра больше чем было а чтобы сложить задние сиденья привести их в боевое положение обратно не обязательно напрягать руки для этого достаточно нажать кнопочку вот здесь на стенке с внутренним пространством нового ford explorer инженеры компании сделали своеобразный инженерный фокус при том что колесная база осталась неизменной но внутри стало просторнее особенно для пассажиров второго ряда для них выкроили 36 миллиметров полезного пространства с моим ростом под метр 90 это конечно не особо заметно но здесь действительно стало просторнее за счет чего за счет того что передние кресла стали другой формы они тоньше их облегчили и за счет этого выкроили свободное пространство что еще из элементов комфорта панорамная крыша в нашей версии limited плюс трехзонный климат-контроль есть вот такой блок зарядный два гнезда юсби и есть адаптированная для российских условий розетка 220 вольт куда вы можете воткнуть нашу обычную не тройную американскую вилку и вот такой хитрый подстаканник цацки 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 вот это то что привлекает целевую аудиторию в америке потому что большая популярность автомобилей ford explorer у рэперов и вся эта субкультура которая любит все большое прожорливое когда диски крутятся у стоячей машины вот им все это понравится и я так понимаю ford ловит ту же самую струю он понимает запросы потребителя и мне кажется я уже угадал как будет выглядеть как 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 они это делают они просто делают следующее поколение ford explorer похожим на предыдущее поколение range rover больших дорогих автомобилей и получается что целевая аудитория получает почти то же самое но дешевле а портрет российского покупателя ох хорош ford explorer выбирает практически идеальные мужчины в возрасте 35-50 лет которые сами создали себя таки self-made сделали свой бизнес свой заработок семью семейность опять же подчеркивается они большое внимание уделяют практичность вещей то есть умеют считать денежку и конечно не без грешка есть в них доля тщеславия они хотят чтобы автомобиль подчеркивал их социальный статус вот на них рассчитан новый explorer якобы могу сказать мне предыдущее лицо explorer нравилось даже больше мне кажется ему шли вот эти горизонтальные массивные жабры которые делали всю эту конструкцию монументальный брутальный тяжелый похожий на броневик мне кажется это то что надо когда покупаешь большую машину хочется чтобы она и на дороге выглядела как-то крупно тяжеловесно а вот такие формы которые сейчас приобрел explorer они делают его кроссовер не и аккуратнее он лучше конечно смотрится в город в городе лучше подходит под деловой костюм и как-то более нелепо смотрится на каком-то более-менее грязным проселки и бездорожье сухая цена 2 миллиона семьсот девяносто девять тысяч начальная вот в ней уже будет светодиодный ближний свет светодиодные ходовые огни задняя светодиодная оптика новая форма бамперов новая форма задние двери внешности что еще боковые молдинги у него теперь появились другой формы машина стала чуть уже она уже стала на 16 миллиметров при сложенных но это без учета зеркал она стала чуть ниже буквально там тоже на 10 миллиметров на 15 но я так предполагаю что это за счет того что ее поставили на другие диски на другие колеса диски большего диаметра соответственно профиль шин стал ниже кресла претерпели значительные изменения кресла передние они теперь у нас с подогревом вентиляции массажем дорогих комплектациях они регулируются в 10 направлениях и при помощи электроприводов моторы те же менять ничего не стали от добра добра искать как говорится потому как силовые агрегаты ford достаточно мощные чтобы вам было кайфово ехать в этой машине и чувствовать силу а с другой стороны они они сейчас идеально подогнаны под наше налоговое законодательство то есть вы не переплачиваете 249 лошадиных сил при объеме три с половиной литра двигатель циклон ну все в общем то же самое что и было разгон до сотни вот с таким мотором 8,7 секунды разгон сопровождается богатым таким клокотанием жирным звуком он не особо драйвовый потому что шестиступенчатая коробка передач она заточена на то чтобы подать вам плавно весь поток мощности рык слышите упорный такой упругий мощный разгон чувствуете но он не рвет сердце он не щекочет нервы просто все происходит сильно уверенно ну вот как-то так если у него внедорожная вальяжность такая мощь сила которую он неторопливо перелезает через все препятствия вот так как-то играючи легко потому что дури много хода подвески мало но что можем то возьмем прям вот без проблем спустимся и разберемся со всем стадом он как-то так все это делает вот эта крутилочка она маркетинговая штука я уж не знаю это как куда надо загнать explorer чтобы начать ей активно пользоваться вот моя любимая горка на которой у нас не показывают себя многие автомобили я сейчас на нее поеду не активируя никаких дополнительных режимов просто в обычном авто и я практически уверен что для explorer не составит никакого труда забраться наверх у нас пять режимов внедорожные трансмиссии и сейчас я включу режим снег ну-ка explorer давай 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 не дает а если песок горочки конечно хорошая знатная горочка вот-вот-вот большой вес автомобиля это его проблема сейчас я уже эксплуатирую второй внедорожный режим снег у нас не пошел теперь у нас пытается не пойти песок хотя вот песок должен был бы лучше подходить сюда потому что здесь присыпанные снегом песчаная горочка дури много фонтаны песка и мы не едем никуда не едем сейчас еще одну попытку ходом вот-вот-вот-вот давай давай чувак а ходом вышел молодец еще одно мучительное упражнение для explorer как для кроссовер нет уже внедорожник сейчас как для внедорожника я ему дам диагональное вывешивание причем не простое а можно сказать золотое на этом передибе у нас многие кроссоверы сдуваются не для explorer а вообще легко средняя комплектация будет стоить два миллиона пятьдесят тысяч без тысячи рублей и такая как у нас limited плюс это три миллиона сто восемьдесят тысяч рублей опять же без тысячи нам обещают в обновленном ford explorer улучшенную шумоизоляцию она действительно хороша потому что вот сейчас на разгоне я слышу только сытый рык двигателя руль руль другой формы руль с обогревом и электрической регулировкой вы можете регулировать его по высоте по вылету при помощи вот кнопок с левой стороны при этом здесь осталось ford explorer регулировка педального узла чего у конкурентов ну практически ни у кого нет то есть вы можете уж точно под любую фигуру под любой рост подстроить кресло и руль здесь всего для этого есть все 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 появилась кнопка запуска двигателя чего раньше не было появился бесключевой доступ чего раньше опять же не было вентиляции сидения здесь есть обогрев сидения и есть массаж программы массажа вы можете во первых регулировать поясничную поддержку регулировать подушку при помощи это вам надо будет правда зарыться вот сюда в меню моей любимой просто горячо любимой системы синк 2 надо копнуть подождать пока она подумает пока она вам выдаст каждую вкладочку вот многоконтурные кресла и погнали кресло водителя кресло пассажира вы можете отрегулировать подушечки понадувать их тут 7 надувных сегментов в каждом кресле и можете включить функцию массажа наконец-то появилось нормальное аналоговое управление вот эти сенсорные кнопочки которые надо было здесь либо как в таблице брауля да либо не знаю там шестым чувством находить где какая кнопка все нет теперь этого обычные кнопки которые четко реагируют на нажатие их много здесь правда вот все которые присутствуют на панели они нужны для того чтобы без проблем запустить климатические какие-то системы обогрев сидений включить обогрев лобового стекла вот они вживленные ниточки у нас здесь появился активный круиз-контроль то есть я сейчас могу прицепиться вот за впереди идущим автомобилем установить до него дистанцию и отпустить все педали руль отпускать пока на ford explorer не рекомендуется хотя он уже предупреждает вас о том что вы выезжаете из полосы движения и сигнализирует вам вибрации руля и соответствующей звуковой сигнализации с той стороны куда вы собственно отклоняетесь от заданного курса дешевле ford explorer в начальной комплектации на сегодняшний день получается toyota land cruiser prada правда с мотором 2.7 мощностью 163 лошадиные силы highlander немножко подешевле но там передний привод будет туарег под finder все получается слегка дешевле в минимальных комплектациях чем explorer но напичканность комплектации у них разная и верхний порог вот там где у explorer есть все и пожелать уже больше нечего у туарега у под finder ну практически у всех конкурентов эта планка находится намного выше так что ценовое позиционирование обновленного explorer по крайней мере на сегодняшний день выглядит очень интересным и правильным этапом по 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 Продолжение следует...